Университет классический и университет технический. Госвузы Мариэл на федеральном уровне вновь получили высокие оценки качества образования. Система высшей школы республики и впредь будет поддержана правительством Мариэл. Перспективы развития Маргу и Волготеха обсуждались сегодня на встрече Леонида Маркелова с ректорами университетов. Слухи о возможном создании на базе Маргу и Волготеха так называемого опорного университета путем слияния этих двух ведущих вузов Мариэл появились в республике чуть больше года назад. Тогда о таких планах, касающихся, впрочем, целого ряда регионов России, заговорили в федеральном Миноборнауке. Создание крупных образовательных учреждений было призвано спасти систему высшей школы в провинции, где наблюдался значительный отток абитуриентов. В то же время это оптимизировало бы расходы бюджета, сделало бы их более эффективными. На другой чаше весов многолетняя история университетов, предполагающая свой путь развития и интересы их многотысячных коллективов, преподавателей, ученых, студентов и аспирантов. Еще в прошлом году глава Мариэл Леонид Маркелов озвучил свою позицию по данному вопросу, когда высказался против слияния Волготеха и классического университета. И сегодня подтвердил это в ходе встречи с ректорами вузов. Правительство трепетно относится к тому, что ваши вузы сегодня функционируют в республике, потому что если университеты, любые учебные заведения прекращают функционировать в регионах, регион умирает. Это европейская практика, и я, скажем так, заинтересован в том, чтобы вы не сокращали количество студентов, а увеличивали, не сокращали количество профессий, по которым идет обучение, а увеличивали. И каждый год новые, 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 как говорится, горизонты для себя открывали, новые профессии, новые направления, это очень хорошо будет. Но продолжает их радить ваши коллективы. Вопрос, который не стоит на повестке дня, это объединение вузов. Моя позиция остается прежней, я категорически против объединения вузов, и считаю, что каждый вуз в рамках своих границ может развиваться динамично, не надо их соединять. Потому что, как только соединят вузы, а потом решат вопрос, следом пойдет ликвидация этого самого оборудования вуза. А то получится так, что где-то в каком-то регионе будет высшее образование, а Морел будет ПТУ. Совершенно я в этом не заинтересован. Я заинтересован только в развитии. К тому же вы должны коллективы собрать и объяснить, и студентов, и преподавателей, что если ваш ученый совет не примет решение объединения вузов, никто вас заставить объединяться не будет. Невозможно это сделать по закону. Все в ваших руках, и мяч находится на вашем поле. Сегодня в Морел только в двух крупнейших вузах обучается около 15 тысяч студентов и аспирантов. Количество их растет ежегодно. В 2015 году, наконец, появилась тенденция к сокращению оттока абитуриентов, уезжающих в другие регионы. Кроме того, Марго и Волготех – это тысяча рабочих мест. Передовые научные разработки и исследования. Целевая подготовка кадров для крупнейших предприятий региона. То есть сложившаяся и эффективная система, рушить которую нецелесообразно. Этой позицией придерживаются и руководители обоих университетов. Мы, Леонид Игоревичу, рассказали о наших основных результатах прошлого года. Показали нашу динамику. Убедились вместе в том, что вузы и Поволжский государственный технологический, и Марийский государственный университет динамично развиваются. И они способны самостоятельно двигаться дальше, развиваться и быть той опорой республики, которая позволит ей и дальше становиться лучше, развивать промышленность, развивать экономику и социальную сферу. Очень четкая позиция, очень понятно, что делать, куда стремиться. У нас два вектора развития, и каждый вуз развивается самостоятельно. У нас мощные коллективы, своя история. Поэтому, конечно, те новые вызовы, которые стоят перед современностью, на них надо адекватно отвечать. И вот сегодня было принято решение, что мы на новые вызовы отвечаем именно так, как обозначено. То есть мы каждый развиваемся по своей траектории развития. И, конечно, мы еще раз проговорим это с коллективами. У каждого вуза есть свои достижения, очень хорошие. Но хотелось бы еще раз поблагодарить главу республики Морел за четкость и ясность позиции, за то, что каждый вуз в отдельности поддерживается главой республики, администрацией правительства республики. Могу сказать за нас огромное спасибо, что мы знаем и верим, что рано или поздно у нас все равно будет построен медицинский факультет. У нас есть стипендии от главы республики для наших студентов. У нас все вузы поддерживаются стипендиями для докторантов, аспирантов, талантливых студентов именно стипендиями главы республики. То есть все уровни поддержки мы на сегодняшний день имеем. Стоит еще раз отметить, что решение, позволяющее запустить процесс объединения университетов Морел в один опорный вуз, оставалось за учеными советами. В Волготехе ученый совет высказался еще в ноябре прошлого года. Мы провели уже заседание ученого совета. И наш ученый совет еще в прошлом году заявил четкую позицию, которая согласуется на 100% с мнением главы республики Морел, что наш вуз по вузски государственный технологический будет и дальше развиваться как ведущий инженерный вуз республики Морел и России. Что же касается классического университета, то его стратегия развития в принципе не предусматривает слияния с другим крупным вузом. Этот вопрос не выносился на собрании ученого совета. Таким образом, можно сказать, что по крайней мере на ближайшие несколько лет решение однозначно слияния вузов в Морел не будет. В Морельском государственном университете таких решений не было и не планировалось. Потому что в любом случае, вначале, еще раз говорю, это стратегия развития республики, а затем уже решение ученых советов. На сегодняшний день все понятно и, конечно, такого решения не будет по поводу того, что мы будем стремиться с кем-то соединяться, объединяться внутри нашей республики и за ее пределами.